Доброе утро, ребята! Сегодня четверг, 16 февраля. Проснулся, все в порядке, вроде штрафов нету. За мной еще две машины пришло, блин, стоят тоже все впритык. И еще впереди стоит немец, который так и не уехал до сих пор. У меня уже, получается, 11 часов я отстоял почти. А он стоит до сих пор. И я так близко к нему подъехал, чтобы дальше меня встали. Но я и по-любому выехать тут не мог. К бы, даже если бы захотел. Как бы не стоял бы. Но подошел к нему вчера, он говорит, да, 9 часов и поеду. Уже он стоит, я уже стою 11 часов, а он еще стоит. Подошел к нему, говорю, ну что там, показывает 5 минут. Я что-то не понял, либо он проспал, либо он какой-то, ну, ну, вряд ли он был. И назад не могу. Коллега тоже стоит, ждет, когда я выеду. Потому что коллега еще один стоит, позже приехал. Короче, пипец какой-то, реально. Ну да, вот это называется, когда вот так стоишь, такой, по ситуации становишься, что надо поближе подъехать, чтобы потом могли заехать сюда. Вот получается вот такая фигня. Ладно, будем ждать, сказал, 5 минут, но уже 5 минут прошло. Но что-то, блин, даже не заводится, дружище. Как-то так. Бери, промажите. Итак, еще раз, доброе утро. Стартанул этот немец, блин, но я вообще, я что-то как-то вообще не понимаю. Либо у меня что-то, блин, со временем сбилось, блин. Хотел девятку постоять, ага. Я в 8.33 вечера встал на ночь, блин, и поехал. В 7.10 закрыл смену, блин, зашибись. Почти 11 часов отстоял. И то еще мог, блин, даже не открывать смену, блин. Потому что, блин, немец вместо пяти отстоял 20 минут. Более того, перед немцем стоит водитель Транссира. И тоже еще, блин, не чешется. Может, немец уже поехал. А он отстоял больше, чем я, потому что он раньше приехал. И тот приехал раньше. Блин, знаете, вот, фиг с ним. Я вот людей, как вам объяснить, не понимаю вот этой логики. Вы стоите с нарушением, мы стоим с нарушением. И вот я, этот немец, и перед ним литовец Транссира. И за мной стоит коллега. И дальше стоит. Мы все стоим с нарушением. Это о чем говорит? Это говорит, что мы хотим быстрее стартануть. Логично, правильно? Нет, уже время, а здесь восьмой час, полвосьмого, грубо говоря, уже сейчас. А мы все стоим, нарушаем и стоим. Блин, я вот, когда в таких ситуациях, я стараюсь как можно быстрее свинтить оттуда. Это уже самое, вы поедете в промку, станете под знаком, ладно, ночь вам дадут отстоять. Ну, блин, вы будете кому-то мешать, уже в 7 утра вы будете кому-то мешать. И что? Конечно, вызовут, блин, полицию. А если вы встали, в 6 утра уже свинтили, даже в 7 утра вы свинтили. Все в порядке, никто на вас внимания не обратил. Блин, как так вот можно? Я вообще не понимаю. Ну, логика, а потом обижать уже и штрафуют. Я думаю, что там машины едут, меня проезжают, да немцы доезжают и уже начинают пипикать фуры. Потому что стоит какой-то, блин, бродяга в это время, когда уже движуха идет, и он всем мешает. А он не понимает, походу, это. Ладно, и так, ребята, 843 километра мне остается до выгрузки. И, естественно, я эти сегодня не проеду, чтобы меня вчера можно было даже не напрягать. Я не понимаю, что они хотели напрячь, они думают, что я, блин, буду ехать 2 с половиной часа, блин. Я там проеду фиг знает сколько, чтобы сегодня доехать. Ну, ребята, ну вы какие-то точно, блин, странные. Обращайтесь к вечерам. Диспетчера, блин, когда вы хотите сказать водителю, чтобы он ехал, будьте предельно внимательны. Задайте вопрос. В смысле, сколько осталось, где ты находишься, что ты сейчас делаешь? А не так, надо ехать. Знаешь, такое ощущение, как будто я стою уже на паркинге и просто не закрыл страну. Я стою в пробке, мне звонок, что, типа, просит, чтобы надо по максимуму ехать. Я вообще не понимаю, к чему этот звонок. Я что, блин, остановился, закрыл смену, блин. Что вы от меня хотите? У меня... Еще начинают мне рассказывать, что у меня в районе трех часов время вождения. Нет, это у меня время работы 2.40 было. А время вождения у меня оставалось 2.20. После чего я должен был сделать паузу 45-минутную. Если, например, я сейчас сделаю паузу 45-минутную, то отнимите, блин, 2.40-45. Получше час 55 я могу ехать. Но никак не три часа. Когда начинаешь это объяснять, что-то начинает на меня наезжать, я говорю, давайте так, договорим, вы не будете мне говорить, что я еду по максимуму. Я ехал по максимуму, потому что я всегда еду по максимуму. Ну, как ты со мной уже... Не надо, давайте не будем так со мной разговаривать. Блин, вы нормально общаетесь, блин. Не надо нервировать водителя, не надо его заставлять идти на нарушение. Водитель... Ну, большинство водителей, в принципе, они считают свое время, они видят ситуацию на дороге. Они не сидят в кабинете. Если пробка, значит, это пробка. Если это уже вечер, значит, вечер. Если он видит, что паркинги все заняты, значит, надо искать паркинг. Они тянуть до конца. Раз я не прав. Не, я понимаю, что есть водители, которые вот работают до шести. Работает, все пофиг. Не важно, чтобы он проехал. Два, три, четыре часа. И дальше не едет. Ну, блин. Это точно ничего не ко мне. Ладно, друзья мои. А, я хотел посмотреть, что это граница нам. Потому что надо рассчитать, где-то сегодня мне еще заправиться. Деловые, блин. Они думали, что я сегодня что, приеду туда, что ли? 740 по границе. Мне бы сегодня до границы добраться. Все, ладно, ребята. Выдохнули, едем дальше. Какая пробка собралась. Там авария. Вот, хорошо видно. Какая пробочка, блин. Офигеть. Такую пробку становится. Лучше, конечно, следят на паркинг и делать паузу. Потому что это только убийство времени рабочего. Я так обычно делаю. Если есть возможность, конечно. Там что-то четыре машины, по-моему. Не обратил внимания особо. Но мне кажется, что четыре машины там было. Что нам уже... Сколько нам на границе еще? Блин, надо просчитывать. Потому что на заправку заехать надо. 664 километра. Это значит... Блин, показывают, что 8 часов ехать. Ну да, там надо будет смотреть, где поближе. Есть возможность заправиться. Потому что мы заправляемся только на Хорере. В Германии. Есть варианты за границей. Там танк 24. Но это уже в крайних случаях. Смотрите, вот деревья все вымели. Это имей такой. Красиво. Туман и иней. Что-то снега нет. Температура уже минус. Минус полтора градуса. Этот коллега в Германии вчера сказал, что там в Голландии холод. Я говорю, ну не холоднее, чем у нас в Латвии. Говорит, а сколько у вас? Я говорю, ну бывает минус... Много минусов. Сейчас не знаю. Сейчас, кстати, могу посмотреть, сколько у нас. Один градус, что ли? Да, один градус пасмурно в Риге. Даже теплее, чем здесь. Удивительно, да? А тут точно все вынеет. Вот этот туман, холод и иней не организовался. Ну и постоянно предупреждает, что лед на дороге. Позвонил я диспетчеру и говорю, а что там за такая ерунда? Откуда я там взялся? Контракт 10. Через 5. У меня, я договаривался на контракт 8 через 4. По необходимости 10 через 5. То это, блин, летом мне точно это не надо. По крайней мере сейчас, на данный момент. И мне ехать домой на 5 недель, потому что супруга у меня там предстоит медицинская операция, грубо говоря. Мне надо 2 недели побыть дома с Наташей. Ну это наши семейные дела, но сам факт. А то, если вы поедете через 5 недель, вам надо через 1 неделю вернуться. Нифига ты себе, блин. Схера это, блин. А потом я посмотрел, блин, в договоре вообще написано 10 через 4. Чуть-то я вообще так и не понял, блин. Какие такие цифры? Даже если 10 через 4, значит, 5-2. Ну вообще, говорю, мы обговаривали и янг в курсе этого. Я говорю, а с кем мне вообще говорить по поводу договора? Вы вообще-то работали? Он говорит, с Павлом. Зашибись, говорю, с Павлом. Он говорит, ну ты по-польски умеешь? Я говорю, а почему я должен уметь разговаривать по-польски? Я могу разговаривать по-русски, по-английски, по-латышски. Ну по-польски зачем мне это надо? Я работаю в немецкой компании и должен разговаривать по-польски. Ребята, вы что-то как-то попутали по-моему. Я могу разговаривать на английском. Я понимаю, если бы вы меня спросили на немецком. Ну при чем тут польский вообще? Интересно. Ну и заодно сказал ему, блин. Он говорит, ну там как-то договоритесь. Я говорю, а как договориться? Ладно, он по-русски понимает вроде как. А я-то по-польски не понимаю и по-немецки. Что он там на пальцах? Ладно, при личном контакте. Но, блин, извини меня по телефону. Я говорю, Артем, как я могу, блин, с ним объясниться? Вот эта, блин, коммуникация мне очень не нравится. Он говорит, ну тогда я буду там типа переводчиком. Я говорю, ну хорошо. Вот спроси у него про контакт. Ну когда ты приедешь, тогда там типа поговорим. Я говорю, ну так вот я написал специально, чтобы не было такой ситуации, что мне 11-го паром на Ригу Марка, а я где-то в Италии нахожусь. Говорит, ну ты до этого приедешь же на базу. Я говорю, я-то приеду, надумаю, что на базу. Мне главное, чтобы я потом не уехал на базу, с базы куда-нибудь далеко. Потому что я-то сразу буду писать, что ребята так не годится. Такие вот дела. Ну и потом сказал Артем, что я из тех водителей, которые едут по максимуму. Не становятся на паузу, на ночную в 4, в 5, в 6 вечера. Я даже не стал, я просто намекнул, что не надо мне звонить в процессе вождения, чтобы я должен ехать по максимуму. Зачем это? Надо зачем нервировать водителя? И вот это выражение типа, знаете, ехать по максимуму. Я задаю вопрос, сколько по максимуму в вашем понятии? Что это значит? В моем понятии по максимуму это значит брать 10-й час. Потому что 10-й час дается водителю для доезда, до паркинга, выгрузки. Ну, где он будет парковаться, так скажем, на ночь. То же самое, кстати, и с 9-м часом. В 8 часов едем, 9-й час дается для поиска. И это уже как тебе повезет. Ты можешь, блин, остановиться там за 5 минут, а можешь, блин, и за 55 минут. Просто многие диспетчера этого не понимают. И это надо вбивать. Ставить просто на место, что ли. По максимуму. Я говорю, что это значит по максимуму, блин? Я, грубо говоря, буду ехать, и у меня время закончилось, я встал на дороге. Что в вашем понимании? По максимуму. Ну, вот, там, типа, почти 3 часа. Вот тоже. Посмотри тогда, блин, моя работа, мое рабочее время через 3 часа заканчивается. Ну, грубо говоря. Но у меня же условия еще, что я должен паузу сделать. Меньше, чем через 3 часа. И получается, что у меня не 3 часа уже, а минус 45 минут рабочего времени. Я везде, где работал в этих условиях, только можно в фиксе. На место ставлю, сюда диспетчер, как-то реконтретизируйте. Просто конкретизируйте свою задачу, если вы хотите получить это. Тем более, говорю, зачем звонить, когда я еду? Вот это непонятно. У меня, блин, я потерялся даже, блин. Та речи у меня творился, блин. Вон, какая курица. Повезли курицу. Блин, ну... Что это такое, блин? Пипец, блин, вылезу, блин. Девчонка за рулем, блин, вылезу, зачем ты вылезла и тормозишь там, блин? Еще обкон запрещено, блин. Желтые машины, это, блин, как мне помню, Марат рассказывал в Германии, это, блин, всякие почты, курьерские службы, блин. Кстати, ремни проверил, ребята, сегодня, обязательно, с утра. Не было у меня возможности проверить, потому что близко стояла эта машина, не хотел там... Дверь не мог открыть сзади меня. Вот проехал до первой заправки и сразу, блин, открыл, посмотрел. Да, все нормально, потягивать даже не пришлось. Вот когда вот такой груз, совет мой. Как можно чаще проверяйте ремни, особенно после выезда. Групп 50-100 проехали, остановились, проверили, подтянули при необходимости. И перед местом выгрузки тоже остановились, проверили, чтобы с той стороны не было проблем, скажем, что плохо, блин, затянуто. Изначально вы проверяете, чтобы груз не улетел, а потом, чтобы было видно, что все было хорошо закреплено. Кстати, на Фейсбуке есть видео. Барон какой-то попал в шторм, там машина размотала, блин. И, знаете, я как бывший моряк, бывших моряков не бывает, как старый моряк, грубо говоря. Не бывает бывших моряков и бывших офицеров. Это такое есть выражение. Короче, стоят фуры, разбросанные там. Так, и так, и так, одна там, блин, ну, не помята, там, ну, видно, что улетела. И наблюдая такую картину, что эти все фуры закреплены желтыми, почти новыми, можно сказать, новыми ремнями, вот эти, которые мы используем. Что я хочу сказать по этому поводу? Во-первых, я обратил внимание последнее время, что вот я заезжаю на паром, и погода не ахти хорошая, вообще, блин, блин, фуры не крепятся. Это, 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 ну, просто пипец. Вообще, я помню, когда я работал на пароме, на грузовых, грузопассажирских паромах, грузовых паромах, да, фуру, фуру, парковали всегда два человека, один спереди, один сапер. Как только фура встала, а фура обязательно должна приезжать с клыком уже, вставленным спереди, да? Блин, ну нифига ты себе! Что это такое? Скорость полупает. Блин, несется 90 с чем-то. Как только фура встала, сразу, хоп, две цепи натянули, блин, чик-чик, быстро закрепили. Цепями, цепями. При необходимости, но обычно спереди на кабину, и сзади на прицеп. Мы при необходимости еще дополнительные цепи ставили на прицеп. Там такие, есть скобы большие, да? Справа, слева стороны. Но это при необходимости, когда реальный шторм, а так обычно спереди и сзади. Сейчас я заблюдаю, вообще не крепят. Дальше. Они закреплены этими ремнями, да, которые мы используем. Ребята, ну это же, блин, сколько? 800-1200 килограмм. А фура, прицеп. И любой моряк, любой паряк, любой страховщик, он поймет, что это сделано уже после того, как размотало все. Потому что, ну, видно, что задницу свою здесь не прикроете. Потому что это не по-морски, блин. Да, вы сейчас делаете это для того, чтобы еще хуже не стало, блин. Но такими ремнями мы крепили только легковые машины, если надо было. Вот. И мотоциклы через седло пилим. Панекидовали. На седло ставили такую специальную, как бы, мальчик, да, чтобы не перетернуться на седло. Но не фуры. Фуры строго цепями. Как и пустые дропы, это трейлера, да, пустые на козел и 4 цели. Горобовала дополнительные цели стали. То есть не 4 на единицу, а 6. До того доходил до автоматизма, я скажу вам так, иду по дома с женой по улице. Идет фура, остановилась. Я так смотрю, как ее укрепить. Хорошо у нее есть. Тут, знаете, бывает, что есть у фурсаде скоба, бывает, что нет. Да, там фиговато, потому что ну, чтобы этот бампер не поцарапать. То есть надо под него залазить, под фур. Это очень неудобно. А когда есть сзади цепи, то это очень удобно. Ну, не цепи, а цискобы. А здесь, ну, конечно, цирк они там устроили. Показух. Еще такие ремни почти новые, блин. Да. Ну, ладно. Едем дальше. 745 километров. Вода, кстати, по поводу этого. Говорю, я сегодня не приеду. Он говорит, ну, мы так и думали, что над 17-го только приедешь. отсюда вопрос. Вы думаете, что я приеду 17-го? Да какого хрена диспетчер мне звонит, блин, чтоб я ехал по максимуму? Я подозреваю, что это, блин, никакой ни коллега, ни имец, и не просят, потому что по времени немцы, там уже нету в офисе после пяти, а это было время там, по-моему, в районе семи. это просто инициатива от себя. Просто не знаю, мне порой кажется, что не на своем месте человек, так скажем. либо потерянный не понимает, что происходит. Что по-любому я не приеду сегодня. Даже если бы я два часа, даже я в сепет три часа ехал от того места, но проехал бы я лишних еще сколько там, 100 километров. Ну, оставалось у меня 800, сколько там, 840 километров. по-любому я не приеду сегодня на выгрузку. По-любому. Зачем мне мучить водителя? Это инициатива ненужная и особенно нервировать. Ну, ладно. Скажешь, что я там типа ною. Нет, я просто говорю, что эти ситуации, такие звонки, они выводят из колеи, начинаются взаимные упреки, ругань, а толку от этого нет. Единственное то, что нервы начинают шалить водителя, как минимум. Потому что это неправильно. Неправильно. От слова неправильно, но... ну что, а сегодня у нас четверг, как я говорил, Голландия, ну да, заправимся, я так понимаю, что 45-ку я буду проводить вне пазы. Вряд ли они мне какой-нибудь грустный германий. Да, я такая особо, нет, ну конечно хочется воспользоваться электричеством, приготовить себе всякие вкусности, чтобы было. А то эти супчики все... А, кстати, надо помидоры достать и салат сделать. Огурцы, блин, у меня замерзли, я их достал, они как водяные стали, блин. Водяные пальчики, ёпу-руссетэ. Кстати, надо их сегодня закушать. Или потом дорезать до салата. Да, помидоры надо достать, они нужно, наверное, замерзшие сделать салат. Ну ладно, едем в тумане. Сейчас тут уже туман. температура на 1 градус повысилась. Итак, други мои, продолжаем движуху по Германии 45-минуткой. отстояли, пообедали, немножко перекусили, так сказать. Ещё раз проверили ремни, всё в порядке, подтягивать не надо. Слава Богу, что вот так. Боялся, что пробка будет, не проехала 4,5 часа. Боялся, что пробка будет, потому что, видите, какая встречная фигня, здесь тоже будет такой, тогда я буду, блин, непонятно, где стоять. Регата, блин, если эта пробка, она уже длится, я даже не знаю, там, за ремонт дорог, кстати, это просто жесть. Я даже не знаю, километров, наверное, 10 она идёт, эта пробка. Такой очередь уже, кто-то даже там паузу стоит, блин, с авариками стояли машины. Да, неудивительно, на одной полосе, а как он встал в пробку, такое, блин, у тебя время закончилось. Боялся вот, такая, ну его нафиг, да? Это просто жестоко, блин, такая вот пробище, блин. Мама, мама, не горюй, блин. Это вторая полоса стоит. Ужас, ужас, нескончаемая. Да, в такую попасть мало не покажется. Это, блин, мы идём какая-то у нас по тройке. в сторону Франкфурта, на Майне. Такая вот ерунда творится. Лучше сюда не соваться, какими-нибудь другими тропами ехать. Что, тут вторая полоса стоит? Вот я тоже поеду, там же дальше свободно, или кто-то встал там, во второй полосе. Так, хоть одна полоса стояла, а сейчас две стоят уже. Да, уж, блин, вы это наблюдаете, да? Там что-то там, не ремонт дороги даже связан, а с мостами. Там что-то мост делают. О, пролёт, наверное, ставить будут. Никто узнает, кто их тут останавливает. Вторая полоса, там точно ничего стоит. Ну, и там, я смотрю, фуры выезжают на вторую полосу, думают, там быстрее будет. Да, нет, быстрее не будет. Только, блин, нарушение висит. встал. Я знаю, что некоторые фуры, вот когда такая пробка, они закрывают вторую полосу, чтобы ещё меньше пробка была. Но это в том случае, если там что-то действительно такое. Мне коллега говорил, вернее, как говорил, я видел, я, когда в одном из видео есть такая, такой видос, вот я иду, я смотрю, коллега слева идёт, и он всё время останавливается. Я ему показываю, объезжай меня, вступай на дорогу. Он говорит, нет. Он говорит, я держу вот эту полосу, потому что, если они будут ехать, то там, где будет сход, дороги, вообще пробка будет в два раза дольше. Как-то вот так. но здесь-то там нету, там все в одну полосу идут, ой, в две полосы все идут, как я видел. Если просто там не дают им проехать, устанавливают обе полосы, то здесь другой вариант. Погода, то солнце было, опять дымка какая-то. Это пипец, надо вот такие вот видосы называть, не просто как мои будни, а пробище всем проби. Я такой пробки еще реально не видел. Мама, вот честно слово, вот я такого не видел. Были там, ну, в городах, там, типа Париж, район Бремена, Гамбург, пробки. Там обычное дело, да? Антверпен. Ну, вот такого, это просто жесть. я даже не знаю, сколько она будет длиться. О, блин, ой, поел так, что аж и коты разобрала. Сколько там еще стоят? Стоят, блин. Ну, хоть вечером, блин, надо будет запомнить, ребята, на тройке, блин, что ожидает. То есть, надо въезжать с голым вассером, как говорится, с голым временем. и точно простоишь часа два. Что-то, ни одного Хейстер Кампа не вижу навстречу. За все время я встретил, за все время работы не Хейстер Кампа я только два раза встретил машины. Не, грубо, встречал я во Франции машины, но в основном там на польских номерах. На латвийских вообще ни одной машине не встретил Хейстер Кампа. А вот сейчас за этот период за полторы недели две машины видел Хейстер Камп. Одна польская, а вторая по-моему, латвийская. Но она одна стояла на паркинге, я-то что думал поболтать, смотрю, там поляк. А вторая навстречу шла латвийская, но там незнакомый мне что такси. На пароме ребят встретил в Курске Хейстер Камп. Но это были не из Латвии, это были быстрее украинцы. Разговоры, я понял. Ну, работают в Хейстер Кампе, шли из Лепы со мной вместе на пароме. А они, может быть, даже и на этом сам, быстрее они шли на тягачах, потому что, в смысле, с пресепом, потому что возят в Хейстер Кампе кое-что в Ригу. Потому что они были по рабочих куртках. Я думаю, что человек, который ех в пассажирской машине своей ревковой, напялить рабочую куртку от себя. Зачем это надо? А мне, кстати, в Хейстер Кампе так и не выдали. А вот, кстати, вот пробка закончилась. Вот только сейчас пробка закончилась. Мне в Хейстер Кампе так и не выдали куртку. Не успел я, скажем, ее получить ни куртку, ни майку, ничего не дали. Перчатки деревянные только давали. Такие перчатки дают, блин, типа мощные, блин. Следующий шаг это советские крайи. Тоже что-то полиция кого-то остановила с пресепчиком. Ну а это куда они там шли? Под мост, что ли? Да, под мост шли и на тройку выходили. Они еще не знают, что там их ждет. А может, сейчас там полиция стояла останавливала поток, притормаживала, чтобы не выезжали на тройку, что иначе будет... Эта пробка может вырасти до этого момента. Ладно, мы сейчас уже будем скоро, в скором времени искать этот самый заправку. Где-то надо заправиться. Что у нас на границе? 448. Да, надо будет уже искать заправочку, чтобы заправить топливо. Этблоу у нас, блин, уже меньше полбака. Но Этблоу у нас заправляют на базе. Вообще-то. Мне бы, конечно, помыться не мешало. А, паркинг больше, где же приватный будет съезд. Сейчас я проскочу и... паркинг такое, на названии. Мусорников больше, чем машин может поместить. еще один кран стоит. Я помню, когда я первый раз по труке шел, я кивал, сколько здесь башеных кранов стоит. Это не башеный, не, это башеный. Но нет, это дистанционное управление. Да, снизу. так что... Ну, ладно. Гоним. Гоним дальше. На пробочку посмотрели немножко. Едем в дымку непонятно, это пыль или это туман. Температура полтора градуса. Немножко... один момент было 4,5 градуса кстати. Плюса. Сейчас опять немножко упало. Вот там, по-моему, заканчивается вся велиберда с желтой полностью. Еще есть. Не могу понять до конца. Нет, еще есть. Ну, ладно. Сейчас уже ничего интересного тут не будет. Надо Наташе позвонить. Гоним дальше. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...